спасибо тем трём немногим кто все еще поддерживает меня на бусте привет зритель знал бы ты сколько я сейчас времени потратила сколько кстати сейчас почти целый час потратила чтобы вот это все установить короче я специально за крышечкой покрыла чтобы оно не остыло у меня тут тушеная картошка на мясном свином бульоне картошка и морковка вон тут даже лавровый листик я хотела положить этого самого у меня уже каша даже частично дошла надо ее убавить слегка у меня тут две минуты на варке что-то делают хотела положить сливочного масла из обла чего-то мое сказочное животное ну теперь мое сказочное животное от наташи которая с которого сейчас я управляю она стоит на стативе я решила не не осилила то что я пошла вон туда выкинуть листик короче говоря нет тушеная картошка я давно как я понимаю не ел на камеру картошка все-таки слегка от тыла не только волновал вопрос почему твоя камера так темно снимает новое темно а потому что наверное слушали невнимательно там где она темно снимает я говорю что я снимаю при свете дня сейчас я тоже снимаю при свете дня да мне очень запретила религия включить кольцевую лампу вчера я была вся такая вареная потом думаю ну раз я вся такая вареная я бы спать усну сразу же но оказалось обламинго может быть я слишком далеко но я уже и вот это ставила она заряжает и где-то тут еще был этот и на полноценную эту штучку ставила и вот на одну ее только ставила но все как-то не то может можно было бы подальше поставить ну чтобы было видно еду у меня тут стоит медленная варка справа по борту я и так уже сдвинул практически двигать дальше некуда может надо еще какой-то особый штатив ну что то вот у меня все какие есть либо так либо не как можно было конечно ставить так как я типа ем но никто не видит что я ем ну то бишь что в тарелке а есть такие которых очень сильно волнует что ты там ешь а нам не показываешь я решила по возможности ублажить всех но если кого-то все-таки не ублажило и вас вот бомбить совсем от того что я так далеко сижу ну уж габан насай придумайте решение иное хрен ли так вот я снимала при свете дня потому она и передавала как при свете дня вот как ты своими глазиками посмотрел бы на мою кухню когда она там 6 вечера с выключенным светом когда я снимала при свете не дня а фонаря допустим та самая елка где там халатике была не рассчитала что халатик расползается и многих бомбила от того что я цензуру вставила на нижнее белье а некоторые говорили что можно было не вставлять может чтобы и не заметил так вот я там снимала как раз при свете фонарей было пару банков где я тоже уже снимала можно быть при свете лампы можно быть при свете дня так вот я ночь не спала лежу в уши капаю потому что второй день мне как это за два дня два кузовика по 100 миллилитров перекиси водорода шел почему я маленькая вилочка я так поняла что у меня все внезапные вилки оказались мойки которые они маленькие либо они там есть на этой штуке где вот у меня эти самые блин как так ну столовые приборы но я что-то ее не обнаружила или плохо искала это же мое уже говно яблоко я же могу сказать что это говно яблоко именно потому что оно вот так вот внезапно стало отваливаться я поняла что если я буду покупать планшет для монтажа то пусть это будет не яблоко а если ты хочешь поддержать мой канал то вот здесь вот вот здесь вот вот облако так вот оно еще почему-то зеркальном не снимает тут это яблоко внезапно придется переходить на самсунг вот что называется ник рука переставила на этот у меня самсунг который модуль вся тихо стрима задарил который вафлю раздает моя картошечка почти остыла уже зритель если ты умеешь делать тушеную картошку и она у тебя получилась такая мягкая кашица и без жидкости дай знать камень-то как ты это делаешь ну что я была тут как-то в январе в Тверской области городище что ли у родственников у которых впервые в жизни за все время была именно там ну когда как они там жить в столе у них была такая картошка из печки а там частный дом что такое хозяйство такое хорошее это все пчелы там всякие правда я в силу своей куриной силипаты не сразу поняла что это пчелы точнее уже дома увидела я сфоткала чтоб приблизить чтоб понять ну сфоткала на телефон чтоб на телефоне приблизить и понять что это а дома поняла что это угли ну так вот вот у них была такая тушеная картошка как вот у многих людей бывает такая вот мягонькая кашица такой вся разваленная а у меня стабильно всегда с бульончиком мне кажется если бульончик не положить ну не полить блядишки а я же говорила что тут у меня бульон от слюного мяса от карбоната от мякоти и еще этот самый блин как бы это хотя нет нет тут то наверно не карбонат было что-то другое там потому что жирок ушел был такой приличный и просто фильтрованная вода так вот у меня всегда остается бульон у меня картошка плавает с бульоню у меня не получается ее делать вот так как вот вот если б она такая была изначально как вы это делаете а то есть ничего я делаю не так дайте мне знать комменты пожалуйста если вы вдруг делаете тушеную картошку и она у вас получается ну никак у меня они в бульоне плавают вот не он тут он сначала был на этой штуке но он вроде сейчас более-менее допитался в общем я не поняла что с этим чудиком не так его питает камера но он взял и разрядился вот у него было 98 процентов зарядки а сейчас 10 процентов мне уже никак встать и поставить его на зарядку потому что мне кажется у меня и провода тут уже нет он может и есть причинает наверное нету провода тут я еще лоханула думаю что же у меня не коннектится самсунг с этой штукой а вот же дырки то разные так вот лежала я сегодня за 9 с чем то утра 4 утра я встала поняла что надо может быть попить я попью и сразу усну а лежала у меня голова кружится пищеварение что-то шизеет уши прям вот серу у них чувствую и капают ну перекисная сейчас поесть до аптеки дайте потому что я вчера лежала с таким трупиком попеременно дремала аптека по-моему до 6 или до 7 ну короче не суть я после 7 только из дома вырезала магазин за хлебушком потому что поняла что хлебушка то у меня нема а сегодня же последний день зимы официальный такой последний день февраля хочется сказать мой любимый месяц ой а мне похоже делал стол опять считается ну пол в этой квартире слегка кривой стены в этой квартире слегка кривые не удивлюсь не удивлюсь это потолок слегка да потолок тоже был слегка кривой в этой квартире но в смысле на кухне когда его пытались там как-то поберить что-то с ним сделать а в итоге решили натянуть вот эту вот ну в смысле я на это заказывала чтоб натянуть а мои соседи видимо маржи потому что никто видимо так и не позвонил за неделю жил сервис относительно змеяка холодного как минимум в однушках я хотела это сделать сегодня но мне вчера ну вчера точнее думаю ну подожду за сегодня а сегодня я же не думал не получилось у меня короче утром-то встать я в девять только с чем-то вырубаться начала а у меня еще было такое состояние я думать могу а говорить у меня сил еще нет я думаю это именно туда звонить надо и молчать ну в смысле не позвонишь и молчишь что ли надо же что-то говорить я думаю может я завтра все-таки туда позвоню я все так надеюсь что потому что меня задолбало каждый раз все ножны все разводят ой а вы туда позвонили а вам что религия запретила один раз правда в тревавище сверху туда сами звонили но это видимо было предпоследний раз до того как последний раз я сама звонила и минут пятнадцать до семи двадцать пыталась добиться чтоб мою заявку приняли там уже там типа как бы ну как обычно находили кучу отговоров как сегодня мой приятель который сначала пообещал что сделать а потом задний ход дал ну для него задний ход я уже как бы это я бы удивилась если бы он не давал задний ход у меня тут у меня тут есть мандаринчики у меня тут есть хурма которая уже может неделю назад ну несколько дней назад куплена я ее помыла вчера можно конечно еще картошечки сожжать у меня тут есть вот такие таблетки где в составе было написано что только два спрессованных порошка на деле тут еще две каких-то неведомых хрени которые ну не знаю зачем они в следующий раз нервини жопа что через рот буду да у меня случайно тихая крышка случилась и буду это короче говоря не знаю что как-то тут такая дебильная крышка меня так раздражает эти крышки надави и потяни и покрути оно тут открывается то нет в следующий раз куплю просто порошок я еще вчера заказала порошок маринги в смысле в капсулах на вайдберс потому что считала что оно помогает пищеварению и бодрит ну и там кожа ногти волосы все такое весна у психового дострения у меня возможно там еще какие-то типа гастриты случатся или типа того чтобы их не случилось надо попить что-то такое так вот что я говорила то ну я в 4 встала попила компота самопального почистила картохи штук 13 сделала ну залила поставила чтобы оно к обеду было с едой достала из морозилки суп но я его еще не это не доводила до ума смешала его с мясом которое вот было ну благодаря которому свиной булел случился сделал достала эту два пакета как звать то ее тыквы тертой мелкой измельченной долила пшено чтобы оно промылось отмокло и вот сейчас у меня в другой медвиноварке делается каша с пшеном я уже делала пшено с тыквой на воде а потом молока добавляешь намного вкуснее чем вот просто с молоком надо подставить под стол надо сразу сюда непоказа галень отсюда В общем, как-то это. У меня много чего хочется, а состояние, как бы, приведение с мотором. Ну, короче говоря, я где-то с час на кухне пошарахалась, пришла, легла, все-таки подостыла. Понимаешь, что как бы сна, так все равно нет, но голова через раз крутится. А потом, девять с чем-то, вдруг поняла, что меня вырубают. Ну, и в час, и типа того, да, в час с чем-то в начале, второго я проснулась. Я думаю, я даже будильник не стала заводить, думаю, ну сколько прослю. А у меня по плану, а уход парфюм. Кошка, я надеюсь, ты горишь там, где надо. А то звуки подозрительные. А не под лазу в леду, а. Эй, пока. Я, наверное, сделала. Я настроила микрофон на все четыре части, поэтому, по идее, должно было быть слышно. Так вот, у меня уход парфюм. Я еще планировала перед уход парфюм записать. А что в моей косметичке, которая случилась благодаря кошке, на тумбочке, где обычно стоит уход и парфюм. Половина ухода и парфюм. Наконец-то, что-то, и надо попереводить. А что я две недели писаюсь, у меня, то меня кто-то дергает, то я как. Амёба. Ну, то я помираю в очередной раз. То, что-то из серии навешивания мне своих желаний под видом моих желаний, которых у меня и нет. Ну, а это как бы надо записать заключительную часть про Багзе. Кстати. На материнской закваске. На основе бифидоплюс. Да, чесно-молочный продукт с ягодами. Жимолости, которые я сегодня тоже достала из морозилки. Пробила погружным блендером. У меня стал как бы йогурт. Я хотела сначала его на завтрак съесть. Но подумала, что надо, наверное, всё-таки по фуншу и картошке пожрать. Оно у меня, наверное, пойдёт на полник. Липко. Это четвёртый пакетик уже этого лефира. Ну, один я купила, в гости взяла и где-то располовинила так. А этот купила вчера. Жалобы на то, что я давно не писала обзоров еды. Я так понимаю, что обзоры Озон Вайберис и еда и бытовуха не в счёт. У меня там где-то есть пара обзоров за прошлый год и ещё какой-то год. Просто как, я собиралась записать. Ну, допустим, поменяла флешку на камере, потому что та заполнилась. Думаю, сейчас вот это поменяю. Доделаю то, то, то и смонтирую. Я при классе забыла, куда дело. Ну, что ещё на такой флешке то видел? Там, походу, а шаг был. 21-го года, кажется. Можно было потом чисто повтыкать, как оно было в 21-м году цены, как они сейчас. Я в Абашане крайне редко, он далеко. Обычно я туда езжу на велике, когда вот в великовский период. Ну, или иногда на автобусе, но так, что если мне ещё какое-то место надо, то я туда заходил. Но мне что-то как-то не надо никуда. Туда. Хотя мы тут на днях были где-то в том месте, и можно было бы зайти, но я была такая, наверное, потому не с того времени и хреновая. Так как сейчас двое суток уже, вот как. Полтора сутка назад это случилось, когда я такая. Ну, как бы, я могу быстро ходить, но тут шли в гору. Полтора километра. Ветер в лицо. Дорога такая вот каша. И человек нёсся так, будто ему задницу в кипитарам намазает. Ну, или хотя бы ноги. Ну, или как-то так. Да, я вытираю в полотенечко руку, потому что ритка. Потому что у меня такой пунктик. Ну, и, короче говоря, моя случилась... Что-то из Сирии я шла и плевалась. Не представляю, я сказала. По вкусу ощущала у себя такой вот, ну, как вот этот металлический вкус, когда вот кровь такая. А по виду это было, будто я кашляю и плююсь. На самом деле не кашляю. Ну, короче говоря, очень неприятный момент. И потом было вот теперь такая резкая. А я ещё быстро шла, и мне, соответственно, стало жарко. А когда мне зимой становится жарко, это пусть лучше мне будет холодно. Ну, короче, я между обраком была, я не пойми чем. Человек, конечно, потом попереживал. На следующий день меня спрашивал, как я жива или нет. Ну, жива-жива. Самое интересное, что я написала, что я жива, и через полчаса так стала помирать. Примерно так. Ну, так вот, я обычно из магазина прихожу, последний где-то месяц. Ну, ты, наверное, заметил, что у меня тут было так, что, мне кажется, это в феврале было как раз. В этом месяце, что я 9 дней ничего на колону не выкладывала, там, не считая полтора стрима, двух шорцев или типа того. Или вообще только два шорфа тогда было. Я шла на улицу и, соответственно, в магазин. Надежда, что я сейчас пройдусь, мне полегчает. Зайду в магазин, куплю то, что надо, пройду домой, все, на ништяк буду дела делать. Я доходила до магазина, магнита держала из-за прилавочек в какой-то момент, потому что у меня такой птички перед глазами. Выходила из магнита, и у меня было сил только на то, чтобы домой припереться, в коридоре отдышаться, раскинуть это все купленное по холодильнику или типа того. Не отвориться полежать, так что уже было не до этого. Или были просто как бы нормально, но сил нет разговаривать. Ну, а в последнее время я просто покупаю или только хлеб, или вот зефир вот этот, хлеб. Или молоко, баночку для кефира, и все. У меня как-то перед днем рождения прилично закупилось. Что, вроде как все есть, даже мясо есть немножко в морозилке. Блин, так ухо чешется. А перец водорода там. У меня у меня бананы купленные, хрен знает, когда они уже один, по-моему. Ну, в общем, вот они. Они еще как бы более-менее тверденькие такие. Вчера купила банан, сейчас им захомячила, он такой желтенький был. А эти, видимо, потом придется блендернуть чем-нибудь. У меня там за чайником, как люли, в ней полтора разных варенья. Ну, короче, у меня было в баночке не полное варенье. Еще одно варенье. Небольшой баночке, примерно, по размеру одной и тоже. Я сначала на одно варенье сделала компотик, попила так, а потом думаю, что-то жидковато может добавить. Да, в общем, там было варенье из красной смородины, а перед этим протертая красная и черная смородина с сахаром. Тут у меня плиточка корейского кипрея с малиной. А вот корейский кипрей со смородиной, что-то у меня не пошел там как-то очень сильно эта смородина лезть чувствуется. Причем, хоть написано, что черная, у меня ощущение, что там смешивая смородина. Ну, он тоже как-то интересно на мой организм действует. Неожиданно. Я думаю, может, свой старый расширебить, кипрей, да заварить и посмотреть, так ли будет тогда. Надо еще четыре колеса срежать. Это дозировка четыре колеса во время еди. А вот как тут было написано перед едой чуть ли не за два часа. Кто-нибудь жрал марингу в порошках, капсулах, таблеточках? Если жрал, дайте знать комменты, как вам. А я еще в прошлом году на Вайберс про нее узнала. У меня что-то мне все подкидывалось, подкидывалось. Я тут искала кое-что. И внезапно мне маринга подсовывается. Думаю, а что бы это? Я думаю, можно тогда заказать, почитав отзывы и описание. И вообще, я так поняла, это животное, вот когда оно просто в камере подсоединено, по фигнушке, оно нормально работает. А если оно подсоединено через держалку, которая на штатив ставится, держит камеру и телефон. Вот сейчас, первый раз я их ела, как-то даже не ощутила, что они, ну вот это вот, думаю, надо же в таблетке окажется вкуснее, чем капсулы. Потому что в капсулах чувствуют, хоть там и капсулы считается, что она желатиновая капсула, и все это фигня почувствуется, когда она там внутри где-то будет, но уже не почувствуется, соответственно. Мало приятное на вкус. А тут я взяла таблетку и понимаю, что она, что она вот реально как пахнет, так и по вкусу. Но с капсулами тех двух разных фильмов, Юра-1, то, что там тоже написано, что надо запить достаточным количеством воды или жидкости. Да, достаточным количеством жидкости, то бишь хоть это, хоть соком, хоть компотом, хоть супом, хоть бульоном, хоть чаем, хоть водой. Хурминку, ну вроде уже как бы некуда. Она уже такая, подзрела. Тут было мандаринчиков. Тут где-то еще сопля была. Йогуртница вот уже 24-го. Пустая сейчас. Просто получилось так, что я на стриме еще что-то озвучила. Ну не все же стримы смотрят. Короче, записала я процесс этого, значит. Как он дошел до кондиции. Бифидоплюс от Багздрав. Кстати, скидка на 10% по коду АВФРВР делает тебе день. Ну в смысле, ты можешь там дешевле купить на 10%. А доставка от тебя компенсируется заквасками. Если ты сделаешь это по моему промокоду, либо откнешься вот в инфобоксам, вот ссылка с моим промокодом, шидом, то это будет мне небольшой плюс. И тебе хорошо, и мне нормально. Так вот, сделала себе кисломолочный продукт на закваске Багздрав Пробиодерм. Фу, блин, Пробиодерм это это, косметика. Ну короче, на закваске Багздрав Бифидоплюс. Засняла, как он вот не падает, не стекает, когда ты его держишь, он не падает никуда. Ровненький такой, статичный. А потом что-то перемешала, думаю, сейчас надо заснять, как я его это, вот беру ложкой, вот какая его консистенция. Думаю, сейчас я глотну немножко. И так смотрю через 5 минут, блин, я почти все допила. Пришлось, думаю, а что оно, можно же делать на материнской закваске, на основе закваски Багздрав. Аж до трех раз, но у меня вышло уже как бы не так густо, как, допустим, чисто на закваске изначально. Я думаю, что это только до одного раза. Ну и в общем, так у меня случился кефир. Ну я все это называю кефиром. Кисломолочный продукт, правильно. Бифидоплюс на закваске Багздрав с ягодами жимолости. Ой, у меня же еще из морозилки я достала контейнер с ягодами черной смородины. Нахрен достала сразу до контейнера, надо было хоть один просто достать. С другой стороны, черную смородину можно проварить, пробить блендером, достать желатин, варить водой, дождаться, когда он разбухнет, сунуть в микроволновку, растопить его, смешать с тем, что сварилось и плобилось блендером, или залить по форме, обновить мою новую силиконовую формочку, залить туда как раз эту смесь с желатином, оно застынет и вот мармелад. Ну там сахара может еще какие-то интереса. Что у меня кошка-то делает? Может я ее на балкон засунула, она на балконе сидит? Пойду-ка я проверю. Попробую время на пол. Точно, она же ушла погулять. Я балкон закрыла. Ну вот что, ну как бы у меня ветер холодный сюда, в смысле свежую воду вот сюда дарится. Пусть гуляет спокойно. А она, кажется, нагулялась. И скребла дверь, а выглядела так, будто она в ванной скребется. Ну и Котя, хозяин у тебя слегка рассеянный. Ну и сегодня еще более-менее нормально себя чувствую. Просто обычно, когда она хочет домой, а я сижу на кухне, она в окне появляется, я понимаю, что ее надо выпустить. А тут ей что-то мозга не хватило в это окно появиться. Иди в пледик завернись. Усердно я сожрала пол пакета с завесом. Половину-половины пакета, потому что до этого вчера еще что-то ела. Форни-вифир. Хоть кто-то в каментах на шорте вякал что-то гадость. Но я думаю, человек просто либо не любит зефир, либо не пробовал этот. Но хороший состав, он вкусный. Но лучше его запивать водой, а не просто так жрать. А то некоторые похомячили, а потом... Ой, что-то у меня тут это... Лишь жога, или типа того. Я может потом принорвлюсь, потому что как-то я вроде снимала с какого-то постамента. На столе он у меня стоял, до камеры. Я их хомячила. И было нормально видно. Но что-то я забыла, на чем оно у меня когда-то стояло. С одной стороны, я хочу купить себе кастрюлю. С другой стороны, так как донатов нихрена нет. Да и я не миллионер. Я хочу купить в середине марта эту дополнительную насадку под названием «Саморутные руки» для этой камеры. Она 6 лишним тысяч стоит. Я вот думаю, купить кастрюлю до 12 марта за еще 12 дней. У меня более-менее в этот раз еще есть какие-то финансы. Ну, там еще день нождения какой-то вот тут стоит. Откинуть монетку на обоз. Или пока обойтись без этой кастрюли. Кошка, ты понимаешь, что ты своей рукой долбишь мою... Своей головой, точнее, фигачишь мою руку в итоге. У меня дрожит чашка, и чай капает не только на меня. В этот раз он накапал на тебя. Кошка, ты дурочка. Эй! Ты видишь, я чай пью? Может, ты, конечно, этого не видишь? Ну, на тебя бы накапала чай, дура. И от того, что накапала на тебя, исполнили эти капельки, накапала и на меня теперь еще. Видно же, что тут, это, животное. Ой. Не понравилось. Вот первое, лизовое, то, что на тебя чаем капнуло, по твоей же дурости. Даже с чашки капнуло то, что капнуло. Короче, у меня случился кошечек, я не помню, я его монтирую и выкладываю. Или он у меня на той флешке, которая еще тут здесь. Сейчас-то я пишу на 256 гигов. Так как я собиралась писать смс, правда, мне сначала на аптеку зайти за каплями. В уши. То я не знаю, стоит делать облачко. Фиг, сейчас ты что со мной? Подпишись на пусть, е-мое. Вот здесь вот. Или нет? Вот странно, на эту камеру я снимаю так, как оно, в общем, это. Ну, вот здесь окно. Ну, в смысле, с этим монитором на эту камеру снимаю. А вот на этот монитор у меня почему-то окно было там. В общем, прикол. Интересно, как оно запишется на этом? Ну, в смысле, когда я монтировать буду, как оно будет выглядеть? Вот так зеркальный или нет? Я сейчас пишу на обычный режим, как обычно на камеру пишу на Соньку. Full HD, 25 кадров в секунду. Я думала, на Соньку записать АСМР и обзор уход парфюма. Ну, не знаю. Или вот на эту. Ох. Когда бы все это уместить-то? Я уж подумала, может сделать какой-нибудь уровень отдельный, 500 рублей в месяц, для тех, кто хочет этих обзоров жратвина, которую я купила. А потом, думаю, меня и так-то поддерживают только 3 человека на этом бусте. Боих ли кто поддерживает. Будете ли вы меня поддерживать, зрители, если я сделаю пункт? 500 рублей в месяц на этот самый, подписка на обзоры еды и бытовых из магазинов, которые не в Азон и Вейтберрис, ну типа сходила, магнит, закупилась, обозрела. И в этот за 500 будет входить подписка на, как он там, блин, на хавчик, которая вообще-то стоит сейчас отдельно сама по себе 300 рублей в месяц. И попутно подписка на АСМР. Ну как бы третий уровень, объединяющий в себе другие два. Плюс дающий бонусы за новый уровень. Будете ли вы меня поддерживать таким образом? Хотя бы пара человек. Или нет? Ну, наверное, на этой ноте я закончу свой хавчик, который как-то очень раздробленно в этот раз вышел. Сначала на одно, не пошло на другое. Отвалилось от... Надо дойти вот до этой. До аптеки. Пока еще есть время. Я постараюсь его сегодня смонтировать. Я не знаю, правда, когда я буду еще монтировать Багдар, там овер дофига всего, потому что у меня как-то каждый раз вот подобное снимаю видео. Я еще не прощаюсь, сейчас договорю. И у меня каждый раз вот думаю, я вот, я уже это с ними сотрудничаю в четвертый раз, я уже знаю этот текст наизусть. Сейчас я его прочитаю, когда буду обозревать, ну, скажу, когда буду раскрывать посылку. В итоге я раскрываю посылку, сказала пару предложений. Мне показалось, что я не так сказала. Я нажала на паузу. Точно тут же можно было нажать на паузу. На камеру у меня получалось. Надо почитать эту инструкцию для управления с DJI MIMO. Как там сделать, чтобы нажать на паузу, а не на выключение сразу. Короче, выключила камеру. Прочитала, поняла, что я сказала все правильно. Дальше пошла. Сказала не так. Сказала своими словами. А надо было строго по тексту. Думаю, да что ж такое-то. Я же четвертый раз уже это делаю. Официально-то так. Ну, в смысле, именно вот таким обзором. Бартерном. Каждый раз так, как первый класс. Надо еще уплотнуть. У меня там одна плиточка осталась еще от его. Капрая. Я думала, что я его в пустые баночки еды засуундучивала. А оказывается, я его эти голубочки фигачила на сожжение в сад. Но потом подумала, фиксим. Я же и так, и так в стримах озвучивала. Еще где-то шаю. Мне этот чай понравился. Чайник музыкальный, да? Сюда залила чуть-чуть. Тут уже вряд ли что заварится. Он уже этот. Отдал богам душу. Ну, что, зритель? Спасибо тебе за просмотр. Если ты осилил до конца и пожрал. Если не пожрал, значит, плохо смотрел. А если хорошо смотрел, но не пожрал, значит, ты не любишь шкафчики на камеру. И они тебя не вдохновляют на пожрать так же, как меня. Ну, или еще что-нибудь. Но это, перед пока можешь высказать свое нутро в моих комментах к этому видео, я тебе поставлю сердечко. Даже ты напишешь дикую дичь. Ну, а если ты скажешь что-то по теме насчет картохи и насчет моей идеи третьего уровня подписки на Бусти, насчет хавчиков на камеру, обзоров еды. Ну, как, почему на Бусти? Потому что большая часть людей смотрит меня из России. А в России спонсорская подписка на YouTube не действует. Ну, и YouTube как бы сейчас откусывает 45%. 55% получаю я, но я так поняла, что я получаю несколько меньше. А Бусти, оно откусывает всего лишь 10% себе. Ну, и как бы, если ты засеет, то ты можешь подписаться на этот Бусти. Как бы, и мне хорошо, и тебе нормально. Так вот, дай знать в комменты, как тебе вот эта моя идея насчет третьего уровня за 500 рублей в месяц, который будут включать АСМР. Три раза в месяц, хавчики три раза в месяц и как минимум два обзора закупки. Ну, или как-то это, если тебя устраивают, допустим, минимальные закупки, я купила хлеба две штуки, зефира вот этого, коробочку молока и пару баналов. Если тебя такой маленький обзор устроит, то я тоже постараюсь их записывать. В общем, дай знать в комменты. Пока!